Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня пятница, 12 января, и в эфире очередной информационный блог от Славянской Церкви Адмитистов 7 дня здесь в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о жизни и служении нашей общины. В эту субботу по Божьей милости буду проповедовать я, поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы Дух Святой особенным образом касался моего сердца, моего разума, использовала меня как орудие в своих руках, чтобы весть, которая будет звучать, она была понятна и помогала лучше понимать волю Божью в нашей с вами жизни. Также в эту субботу после утреннего служения у нас состоится очень короткое членское собрание, есть всего один вопрос, который нам нужно будет решить. Поэтому, пожалуйста, всех членов Церкви прошу остаться после утреннего служения на буквально несколько минут. Также в эту субботу вечером в 6 часов мы ждем вас на нашем служении Глоу. В этот раз оно будет проходить совместно с молодежью Украинской Церкви, поэтому добро пожаловать. Всех вас будем рады видеть. Также хочу напомнить, что продолжается регистрация на подростковый зимний кабин, который будет проходить с 1 по 4 февраля. Я знаю, что наш пастор Александр Ханчевский уже связывался с многими родителями, которые вот этого возраста. Но если ваши дети еще не знают о этом мероприятии или вы не знали о нем, то мы будем очень рады видеть вас на этой встрече. В ваших бюллетнях, которые вы получаете каждую субботу, перейдя по QR-коду вы найдете всю необходимую информацию по этому поводу. Или же обращайтесь напрямую к Александру Ханчевскому. Мы будем, еще раз повторюсь, очень рады видеть ваших детей на этой встрече. Хочу также напомнить, что у нас открыт фонд помощи Сони, которые должны делать операцию на второе ушко. Фонд будет открыт эту и следующую субботу. Ну и также хочу сказать, что в эту субботу на доске объявлений, а также в ваших бюллетнях будет представлен список всех мероприятий, разных встреч, особенных служений, кемпингов, которые будут в этом 2024 году и в начале 2025 года. Мы очень надеемся, что вы, скажем так, складывая календарь ваших мероприятий на этот год, учтете все эти даты и мы будем рады видеть вас на каждом из этих служений, на каждой встрече. Так что, пожалуйста, будьте внимательны, берите вот в учет те даты, которые представлены будут в этих списках. Это все из блока объявлений в нашей церкви. Хочу также напомнить, что мы продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка, за нашу Сонечку. Конечно же, продолжаем молиться за ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине. Очень хочется, чтобы Бог подарил мир в каждый дом. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 13, 2 стих. Если вы читаете этот Псалом дальше, то, к сожалению, там написано, что нету ни одного. Все развратились, извратили пути свои. Но, друзья, я очень рад, что среди тех, кто все же ищет Бога, есть я, вы и все те, кто смотрит нашу с вами программу, кто ищет Бога всем своим сердцем. Дай Бог, чтобы наша верность к Господу, она всегда оставалась неизменной. Да хранит вас Господь рукою Своей. До встречи на наших богослужениях завтра, тут, в Доме молитвы или же в прямом эфире. Субтитры создавал DimaTorzok